Анфима, Эмископа рекомендийского и жерстых отца нашего Иоанна, Эмископа Мстила Града, Долуского, Целеправленный Бог, Отец Акима, Иоаннов и Всех Святых, Помилуй ты спаси от нас, яко благочная когрубия. И, господин, он и мило святейшего, подверет по Москву с тобой и всей ярости. И, господин, он и вашего, высого преждечей нашего, Митрополития и Лариона, первого ряда на русских, Песня. 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 за тобой мудрого сердца попали терния всех при решении души очисти от святого мышления со старой среди космосник с костюм путь ячу спросить и простую петельницу всекомясь при гвозди страху твоему присно покрыса приближайся хранимя под всякого дела и слова души твердого очевидно просимяя удобрив разумие просветимя покажи на твое селение единого духа усиление греха я как огня меня бежит вся клади всяка страсть молитвенники тебя приношу все святые чина начали же бесплодных прикичу твоего премудрый апостолы и твою мисс первой чистую матерь я же мольбой благоу кровнее и христия святом света садилой твоего служителя от грима все освещения и наши плажи души светлость и теперь наподобно я к богу бодрится славу всевославие на всякий день во имя отца и сильность того духа аминь дорогие братья и сестры поздравляю вас с вашим престольным праздником священного мученика анфима епископа никомедийского и сегодня мы в евангелии слышали как господь говорит я есть пастырь добрый а пастырь добрый душу полагает за овца своя и господь мы знаем что он положил душу свою за все человечество искупил весь рот от трятых закон и честной свою кровью на кресте пригвозгився копье проходься бессмертно источился человеком человеколюбче слава тебе это господь как мы с вами знаем что настолько бог возлюбил мир что отдал своего сына ядородного чтобы спасти и сам господь иисус идет на эти страдания добровольно потому что он любит нас любит и вспоминаешь невольно когда господь обращался к симону петру симон и ионин любишь ли имя почти сих и другие господи ты знаешь что я люблю тебя и дай бог чтобы мы видя любовь божию к нам грешно и так же как и симон и ионин отвечали да господи и я люблю тебя и пусть господь помолит нам священному ученика анфима никомедийского укрепить нас вере и дарит нам любовь богу и любовь друг к другу спасибо господь с праздником спасибо что вы откликнулись на приглашение приехали нам разделить эту радость вот вместе с нами я многих приглашал больше я примерно где-то по 20 священнослужителям дал приглашение но десятина к нам пришла вот эти двое есть десятина мы получили господь говорит не двое или трое собраны во имя мое там и я посреди них где не сами собрались а где господь нас собрал сегодня вот часто бывает спрашивают а почему вы у вас храм так необычно называется ну обычно покровский никольский там невский что-то и все а у вас вот как-то какой-то это другой раз приезжает даже выговорить правильно не могут это когда поминают то правильно не мы объясняем почему потому что анфим не комедийский как вчера батюшка говорил из его жития что он имел такую веру такую любовь к богу которую передал и своим пособам и когда началось огонение и окружили храма всему-то в храме будет было нужно выйти из храма только переложить кусок мяса с этого столика вот на это даже ничего не говорить просто переместить но никто не вышел этого не сделал получилось так что один из воинов которые шли в храм был тайный христианин и он видит что бежит женщина двух-трех ребятишек ведет и одного на руках несет он куда ты идешь а я хочу чтобы мне быть и мои дети были вместе со мной там на небе вот такая была вера у тех христиан эту веру и в добрый пастор их анфим в них вложил такую веру поэтому и мы когда думали то что может быть по молитвам нашего покровителя святого самих анфима и нам господь даст это же крепости веры чтобы утвердил нас потому что не всегда будет такое благоприятное время как сегодня мне даже говорили вот приезжал митрополит иларион и мы с ним не много перебросились несколько минут когда какая свободно сегодня в россии такой нет нигде в америке нет такой свободы. Понимаете? Мы, которые имеем здесь свободу, имели, по крайней мере, по сегодняшний день, имели это, что могли свободно благоествовать. Меня спрашивает сверобачечка, а как мы смогли в Барнауле собрать общину? Очень просто. Только проповедью Евангелия. Больше ничем. Там занятия проводил брат в университете, в разных крупных организациях, в МВД, в летных там училищах, в школах разных, по радио, по одному. И были такие пришедшие, которые пришли совсем не от обычного благовествования по нашему православному. Мы узнали, а как же ходят, благовествуют себя призывают и эгоисты? Они ходят по домам. А ну давайте мы так попробуем. То же самое. Обошли более 40 тысяч квартир. Здесь. И из них пришло три или четыре души. Из тех, которые посетили квартиры. Скажут, о, так это мало, мы 40 тысяч прошли, а только четыре души. Да пред Богом-то одна душа дороже всего мира. Вот так вот. Поэтому мы должны употреблять всякое, всякую возможность, где только можно, засвидетельствовать о Спасителе нашем Господе Иисусе Христе. И мы очень рады, и я, братья, что вы к нам приехали и составили нам эту радость. Храни вас, Господь, на много лет, и дай им, Господь, ревности, служения, благовестия Господа нашего Иисуса Христа. Спасибо, Господь. От самостоятельно много лета. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, Сестры приготовили праздничную трапезу, всех приглашаем на праздничную трапезу. Храни всех, Господь. Продолжение следует...